ребята сегодня у нас большой день сегодня мы наконец-то увидим более-менее в реальности как будет выглядеть наш прицеп потому что сегодня на каркас мы будем ставить боковушки и мы уже более менее будем представлять себе объем прицепа в реальности как он будет выглядеть не только наши там представления рисунки чертежи а уже вот прям в жизни можно будет в него зайти можно будет посмотреть высоту увидеть что будет внутри и приблизительно уже представить как будет выглядеть конечный наш продукт и в общем мы так с нетерпением ждем этого момента а Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, добро пожаловать ко мне на кухню Сейчас я вам расскажу, где у меня здесь что будет Потому что, в общем, сейчас можно пока только объемы представить Но уже видно, как все супер здорово у нас получается Смотрите, здесь, в общем, будет у нас рабочая поверхность Где я буду творить свои кулинарные чудеса Она будет на вот такой высоте находиться То есть, прямо вот, чтобы мне можно было вытянуть руки и не нагибаться Что, конечно, очень хорошо для и без того напряженной с двумя детьми спины Вот дальше у нас идут ящики Глубина у них 40 сантиметров, высота 60 Здравствуй, Икея! Мы не стали делать их хуже или шире, потому что это не имеет смысла Сделаешь хуже, ни одни какие-то тарелки не войдут Сделаешь шире, это опять же не имеет смысла Потому что две тарелки не зайдут, а одна будет там болтаться Поэтому мы посчитали, что 60 на 40 самый оптимальный размер ящиков, которые, в общем, нам нужны Далее, прямо внутри рабочей поверхности То есть, вот здесь у нас будут ящики выдвижные на магнитных замках Куда можно будет также сложить всякую кухонную утварь Убрать туда, например, маленькую газовую плиту, которой мы будем пользоваться Ну и прочие кембинские штуки-дрюки, которые во время езды вагона нам будут не нужны Как делаем кухню, мы, конечно, вам покажем отдельно Но уже сейчас можно будет представить, насколько здорово все это будет выглядеть Занимаюсь порогом нашего прекрасного прицепа Вырезал такие интересные штучки, которые будут держать наш порог Смотрю на наши стеночки, любую с ними Но, ох, ужас, у нас стеночки повело Сейчас я вам покажу Как вы видите, там, где у нас вырезана дверь У нас появился зазор И он у нас почти что один сантиметр Почему это случилось у нас? А с перепадков температуры Потому что у нас облицовочка и доска, на чем она держится, разной плотности Сейчас будем думать, как это исправлять Будем тянуть крышей Будем делать распорки Посмотрим, что выйдет Но мы в следующем видео, я думаю, покажем, что у нас получилось Субтитры сделал DimaTorzok Кто из вас ездил в деревню к бабушке? Мы вот ездили И в деревню у бабушки всегда было что для картошки? Погреб И мы решили, в общем, воплотить эту идею в нашем прицепе Поэтому здесь у нас вот такая дырка посередине, собственно, нашей основной плиты прицепа В которой я сейчас и нахожусь Здесь у нас будет рундук глубиной 20 сантиметров То есть будет проходить внизу по всей этой дырке Куда мы будем складывать что-то Поскольку мы большие плюшкины, мы вечно возим с собой в кемпинг все, что только можно Нам лишних, лишних, в общем, мест для хранения для нас не бывает Поэтому вот Субтитры сделал DimaTorzok